Депутаты муниципалитета Ярославля обсудили налоговые льготы предприятиям и строительствам заповедной части города. Однако по самой важной теме, касающейся секвестра бюджета, достигнуть договоренности не удалось. К этому вопросу решили вернуться на внеочередном заседании. Такой вот парадокс современности. Во время выборов на одно депутатское кресло претендует с десяток человек. А когда ходят до конкретной работы, победителей не найдешь. Море свободных мест сегодня было на заседании муниципалитета. Из 38 городских депутатов к 10 утра пришли чуть больше половины, 20 человек. Еще пятеро подтянулись в течение часа. Такая неспешность сильно тормозит решение проблем. Например, депутаты сегодня так и не одолели изменения в бюджет. Мы входим с кредиторской задолженностью порядка 900 миллионов, на которую нет источника, ни копейки. И уровень контрольных цифр следующего года, 14-го, он получается равен ожидаемому исполнению, а не тем плановым цифрам, к сожалению, которые мы не можем исполнить. У нас бюджет города будет исполнен порядка на 90% по доходам. То есть с разрывом 900 миллионов. Многокопий на муниципалитете сломали вокруг того, освобождать ли от уплаты земельного налога Ярославский шинный завод. Такие льготы мэрия предоставляет предприятиям, создающим рабочие места. Однако число работающих на ЯШЗ в последнее время сокращалось. Был закрыт цех по производству авиашин. Из 2700 тружеников предприятия остались только 2000. Средний заработок 26 тысяч рублей, что меньше, чем в среднем по отрасли. Для нас важно и сохранение рабочих мест, но для нас важно одно – это поступление дополнительных платежей в городской бюджет. У руководства шинного свои доводы. Мы находимся в крайне конкурентной среде, где на сегодня на российском рынке присутствуют все мировые и китайские, и азиатские бренды. И в этих условиях Ярославский шинный завод вместе с компанией «Кордиан», в которой он находится, находит возможность проводить существенную реконструкцию и имеет существенные инвестиции. Вот тот проект, про который сейчас мы говорим, с 2007 года 9 миллиардов рублей были инвестированы в создание нового производства, которое может являться конкуренцией. После долгих споров льготу шинному все-таки оставили, решив поддержать отечественного производителя. А под занавес заседания затронули тему возможного строительства жилого дома вблизи храма Николы Мокрова. Прошедшее публичное слушание вызвали волну недовольства со стороны общественности. Разрешение на такое строительство от городских властей пока не получено. Инвестор купил некое здание, которое называется «Карретный двор». Соответственно, у него есть функция эксплуатации карретного двора. Соответственно, инвестор, если видит нецелесообразность вложения собственных денег в эксплуатацию карретного двора, хочет получить себе прибыль естественным образом, смотрит на ту ликвидную стоимость, которую можно получить, допустим, с жилого дома. Она сегодня, чего греха таить, самая привлекательная. Вы будете учитывать мнение профессионального сообщества? Все-таки это историческая зона города, это рядом стоит памятник архитектуры церкви Николы Мокрова, рядом сделан он самый центр имени Терешковой, ну и так далее. Предлежит Ярославскому предпринимателю Евгению Давыдовичу Мухину данный земельный участок. Позиция моя лично, как гражданина, мне это не нравится. А позиция как чиновника, если все документы будут выполнены в рамках закона, значит, там будет строительство. Там земельный участок еще не будет размежевывать, потому что там три у нас зоны. У нас как раз зона охраны памятника как раз Николы Мокрова накладывается, с другой стороны этот комнатный карретный двор, и третий земельный участок совершенно небольшой, который возможно, как вы правильно сказали, использовать по строительству со всеми ограничениями. Вот только этот земельный участок возможно использовать, не весь. Ничего большого там, выдающегося, что называется, высотного построить невозможно. Ограничение по высотности. Жесткое там, как бы он ни хотел. Если он там построит домик на четыре квартиры, как бы, да, ну, овчинка-то вылил, это стоит или нет? И он будет еще зажат там всеми зонами. У нас еще зона, кстати, надо посмотреть, катастрофическое затопление реки Котрасы тоже даст свой результат. Если я получил так, что первый этаж не живой, а ограничение по высотности 18, там меньше метров, да, что один живой этаж строить ему шикам. Пролили свет сегодня и на загадочную историю с возможной застройкой стадиона «Спартаковец», расположенного в самом центре Ярославля в зоне ЮНЕСКО. Такой странный конкурс был объявлен в интернете на одном из архитектурных сайтов. Сегодня прозвучало, что это просто были учебные экзерсисы архитекторов, а на самом деле строить там никто не собирается. Этот стадион принадлежит городу Ярославлю, да, то есть мэрия и муниципалитет. И никакие отчуждения, либо проекты мимо исполнительной и представительной власти не пройдут. Нина Свечникова, Михаил Орлов.